Человек, который освоил магию Enchantix, не может быть нормальным. Всем привет и пушистых кроликов, с вами Чаби и добро пожаловать в 2010-й. В эпоху, когда существовали и активничали паблики антивинкс. Родители отовсюду трубили запретить фей, а дети пытались всеми силами стать любимой волшебницей. В наше время, когда по большей части распространена тема психологии и критического мышления, все эти нападки на бедных студенток Алфеи будто бы получили новое превращение. И превратились они в поиск психологических проблем. Иногда это по факту сказанные вещи, а порой ты сидишь с лицом лица, как я в предыдущем видео по принцессам. И вуз вообще не дуешь, где они откопали эти злочастные диагнозы. В своем телеграм-канале, на который, кстати, очень советую подписаться, давайте наберем 10 тысяч телеграммных пушистых кроликов. Я бы просила прислать видео, статьи или другие публикации, где бы обсуждались проблемы и диагнозы наших любимых принцесс, феи и других персонажей. Ну и как вы поняли, сегодня принцессы и все остальные отойдут в сторонку и внимание свое сконцентрируем конкретно на Винкс. Тем более, что в этом году им исполнилось 20 лет. Так что с юбилеем, мои любимые анорексички. Сегодня обсудим статьи и видео, которые касаются наших любимых фей, так что устраивайтесь поудобнее, готовьте там себе вкусный напиток, что-нибудь покушать, а также, конечно, огнетушитель для ваших пуканов и для моего тоже. И погнали. И первая у нас это статья с информационное агентство версия 18+. Статья 20 года маме и папе на заметку. Клуб Винкс. Безобидный мультик или удар по психике девочек. А почему сразу девочек? Это что за сексизм как бы? Я знаю мальчиков, которые смотрят Винкс. Это что такое? Популярный мультсериал, который вырастил целое поколение детей с искаженным восприятием жизни. Все поняли? Вы там, мы с вами вообще-то с искаженным восприятием. Это я, если что, это я феи вижу, короче, они летают. У меня искаженное немножечко восприятие жизни. Да со мной все нормально, просто я немножечко шалю. Многие девочки, которые в 2004 году начали с... Смотритесь? Что? Многие девочки, которые в 2004 году начали смотреть из сериал Клуб Винкс Школа Волшебниц, уже стали довольно взрослыми девицами. Ну да. Старость нерадости. Эксперты считают, что психологическое влияние, которое было оказано мультфильмом, сейчас может отозваться проблемами с построением семьи и воспитанием детей. А? А какие эксперты? А фамилии можно? Я хочу лично поговорить с этими экспертами. Что за эксперты такие? Эксперты в области психологии, в области феологии. Винксология. В чем эксперты-то? В чем же опасность, казалось бы, безобидного мультика и как он смог деформировать психику целого поколения детей? Интересно. Давайте же узнаем, как. Первое, что отмечают эксперты, искаженная внешность героев. О, мое любимое. Сейчас. Я надеюсь, вы готовы. Это мое любимое. Слишком длинные ноги и тонкая талии. Непропорционально большие глаза, срисованные с японского аниме, вызывающие макияж и одежда. С японского аниме? Просто потому, что глаза большие? Нет, серьезно, я никогда не понимала, почему Винкс и Чародеек, что типа с японского аниме у них глаза нарисованы, то есть в аниме Винкс и Чародееках вообще абсолютно разная рисовка глаз. То, что они большие, типа поэтому, я этого никогда, если честно, не понимала. Так, окей, продолжаем дальше, потом все обсудим. Сами героини используют внешность, как оружие и зациклены на ней. Окей. Все это формирует установку, что главная ценность девушки в ее привлекательной внешности и сексуальности, а не в интеллекте и доброте. Отсюда стремление к постоянному улучшению себя, увлечению губ, филлеры в скулы и ресницы в формате 4D. Так, это первый, я так понимаю, параметр. Во-первых, слишком длинные ноги, тонкая талии, непропорционально большие глаза. Эксперты, видимо, не понимают, что такое дизайн персонажа и стиль рисования. Нет? Видимо, да. Эксперты не в области анимационного кино, не в области дизайна. Непонятно, что тогда за эксперты такие. Давайте возьмем любой мультфильм, любой мультсериал, и у каждого своя рисовка, свой узнаваемый стиль. Если узнаваемого стиля нет, то это провальный мультсериал. Винкс очень-очень хороши в плане узнаваемости, то есть я могу вам показать просто силуэты персонажей, и я думаю, вы легко поймете, где здесь персонаж из мультфильма Винкс. Очень круто продуманный дизайн. Браво! Насчет их стиля. Камон! Ребята, 2004 год. Нулевые. Бритни Спирс, Бьонса, все остальные. Это низкая посадка, мини-юбки, короткие маечки, там на одной лямке, на двух тоненьких бретельках. Это все мода того времени. Посмотрите на кукол того времени, Барби, Братс, Братс, это вот вообще, ну, это просто иконы стиля нулевых. Тогда почему вы не запретите MTV? Почему вы не запретите певиц того времени, моду того времени? О, господи, как говорится, если хочешь приебаться, ты приебешься. Приебешься и приебешься, господи. На фее Винкс всегда был огромный гон по поводу их фигур, но, во-первых, это их индивидуально узнаваемый дизайн. А во-вторых, они чуть ли не каждый день бьют морды злодеям, занимаются разными активностями и по нескольку раз эту огромную алфею обходят. Тут поэтому и очевидно, что энергии и спорта в их жизнях очень много. А я же, как бы, тоже феечка, ну, пушистых кроликов, например. Вон какие сидят по ту сторону экрана. Так что я себя тоже стараюсь держать в форме благодаря тренировкам на платформе FitStars. На сайте множество тренировок по различным программам. Похудение, растяжка, зарядка, здоровая спина, танцы, пилатес и много всего другого. Все программы подходят для новичков и тренироваться можно с любого устройства. Я, как невероятно тревожный и деревянный человек, выбрала для себя хатха-йогу. И мысли на место встают, и тело будто бы собирается в нормальный здоровый функциональный организм. В тренировках на FitStars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений, будто бы занимаешься с персональным тренером. Как Блум занималась с Авалоном, только вам никто не помешает. Для ребяток, которые хотят не только привести свое тело в тонус, но и похудеть, или наоборот набрать кило, на платформе есть раздел с питанием и расчетом калорий, где вы сможете найти большое количество полезных и вкусных блюд. Тренировки длятся от 7 до 30 минут в день без дополнительного оборудования. И в подписку также входят обучающие курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. Так что я уже на пути получения своего энчантикса и здорового тела, благодаря подписке на FitStars, чего я вам советую. Ну а теперь переходим к плюшкам. В январе при покупке безлимит премиум вы получаете 70% скидку по моему промокоду ЧАБИ. Также участвуйте в акции «Щедрый январь», оформляйте подписку и получайте сертификат на 5000 рублей в фирменный магазин FitStars Shop. Советую поторопиться, количество подарков ограничено. За всеми подробными условиями переходите по ссылке в описании на сайт FitStars. Ну а мы возвращаемся к нашей волшебной пыльце и максимум силам. Это формирует установку, что главная ценность девушки в ее привлекательной внешности и сексуальности о парне. То есть вы видели специалистов в Винкс? Там как бы тоже не особое разнообразие фигур. Там тоже есть персонажи, которые заботятся о своей внешности. Ну или как-то ее подчеркивают. Тот же самый Брэндон, например. Посмотрите, я не знаю, на гелию, который такой прям весь с иголочки. Это вы сами акцентируетесь только на девушках. Почему, спрашивается, когда там тоже есть такие же парни, которые не особо отличаются по фигурам. При этом они все такие перевернутые треугольники. Все такие накачанные и подкачанные. Но почему-то у мальчиков как будто бы не должно создаваться впечатление, что он должен выглядеть именно так. А вот если женщина, то сразу все. У девочки формируется о себе плохое представление. Формируется определенный стандарт красоты. Может потому что вы, мои дорогие, его формируете, а не мультфильм. Может быть об этом надо подумать? Напишите, пожалуйста, в комментарии, травмировала ли вас внешность Винкс? Мне прям очень интересно. Используют внешность как оружие, зацикленное на ней никогда. Героини Винкс не использовали внешность как оружие. Никогда такого не было. И зациклено на ней. Зациклено на внешности только Стелла, потому что в этом ее конфликт. Что она была гадким утенком в детстве. Была не особо популярна. И выезжала она позже за счет того, что она как бы внешне себя превозносила, преподносила. И поэтому она считала, что ее любят только за внешность. Я вижу, как ты выглядишь. И все та же красавица, с добрым сердцем и чистой душой. Судостремление к постоянному улучшению себя, влечению губ, филлеры в скулы и ресницы в формате 4D. Это стандарт красоты. И не Винкс их навязали. Их навязала мода, маркетинг. Но никак не мультсериал про дружбу и шесть девчонок. Главный лозунг «Крути, тряси!» Джага-джага. Он повторяется в каждой серии и не один раз. Что? Отношение к жизни, как к вечной вечеринке, которой никто не может помешать. А если вмешиваются родители, то они могут стать врагами. Что? Инфантилизм и нежелание взрослеть возводятся в абсал... А мы про этот мульт говорим? Нет, я понимаю, что в новых сезонах у них там чуть ли не каждую серию вечеринка. Но что? А? Крути, тряси? В каждой серии повторяется? Волшебница Винкс, крути, тряси! Мне даже не бомбит, мне просто смешно. Откуда это берется? А если вмешиваются родители? Господи! Да там родители тоже тусили на этих вечеринках, а учителя их устраивали. И вот, кстати, учителя и устраивали в новых сезонах «Крути, тряси!» Один танец Гризель до чего стоит. Смещение социальных ролей. Парни в мультфильме представлены как бесплатное приложение, которое просто должны нравиться девушкам. Какой-то зеркалочкой попахивает. А у нас же обычно девушки, бесплатное приложение, которое просто должны нравиться. Как бы не находите, да? А что, не понравилось? Не согласна с этим, но просто прикольно, что зеркально написано. На них нельзя положиться, а в большинстве ситуаций они ведут себя как слабый пол. Парни говно, потому что они ведут себя как женщины. Тупые фемки. Нет, это просто смешно. Это просто нахохот. Я не могу. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что специалисты, по крайней мере, в первых трех сезонах, это... Я не скажу, что они важная часть мультсериала, потому что мне тоже странно, что ребятки, которые не владеют магией, живут и учатся и обучаются в магическом измерении. То есть, понятное дело, что они как бы априори послабее, чем феи или ведьмы. Имха. I think yes. Но при этом, если вспомнить то, как они орудуют своими мечами, если вспомнить, короче, сколько у них в арсенале оружия, как они помогали девочкам. Например, в том же четвертом сезоне, когда их магия против магов черного круга не работала, и там только специалисты могли с ними справиться. Во втором сезоне, когда они были на диких землях, магия девочек тоже не работала. И как бы парни также помогали феям, все было сбалансировано, так что... Ну, понятное дело, что вот эти эксперты вообще не смотрели мультик, мне кажется, они посмотрели просто на постер, поняли, что мульт популярный и надо что-то где-то притянуть за уши, короче. А раз на постере нету ни одного парня, значит, они точно слабый пол. У девочек формируется неправильное отношение к своему телу. Возможно, оно проявится не сразу, а в подростковом возрасте, а это опасно развитием расстройств пищевого поведения и отношениями с противоположным полом, считают эксперты. Да какие, нахуй, эксперты? Какие? Фамилию можно? Напишу им вконтакте, потолку им. Какие эксперты? Перед вами человек, который страдает сейчас в ремиссии от РПП, и об этом я рассказывала на своем втором канале. Где-то вот тут, наверное, ссылочка. Вот тут, короче, я не знаю, найдете, да? Или в описании, если что, оставлю. Знаете, Винкс меня, наоборот, спасали в этот период одиночества, когда я была пухленьким маленьким ребенком. И, как вам сказать, как вам сказать, я пришла в афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. У меня случилось расстройство и неправильное отношение к своему телу, потому что у меня происходил буллинг в семье и в школе. А не потому, что я смотрела на худых фей Винкс и искала недостатки в себе. Это так не происходит. Отъебите от персонажей, пожалуйста. Посмотрите лучше, что происходит с вашим ребенком. Посмотрите, в каком он окружении, как вы с ним общаетесь. И если вы акцентируете свое внимание на внешности персонажей, то это уже как бы у вас звоночки, что что-то не так. Ну, надо подумать как бы над этим, да? Поразмышлять. Поэтому им сложно выстраивать правильные семейные отношения и страшно взрослеть. Нет? Нет? Нужно внимательно относиться к просмотру таких мультфильмов детьми, особенно дошкольниками, когда психика только формируется, неправильные установки впитываются малышом как губкой. А какие неправильные установки? А где примеры? И я не понимаю насчет дошкольников, потому что, по крайней мере, первые четыре сезона Винкс я прям помню на СТС плашку в 12+. Далее сезоны до восьмого я помню плашку 6+. Рейтинг как бы у нас чуть-чуть упал. А ну, а восьмой сезон, понятно, 0+, но там как бы... Там как бы, да, просто яркая красивая картинка. Даже некрасивая. Маме не стоит пускать просмотр мультфильмов на самотек. Если отказаться от него не получается или не хочется, то обязательно нужно разговаривать с ребенком, чтобы понимать, что он правильно воспринимает увиденное. И акцентировать внимание на полезных моментах, показанных в мультике дружбе в защите окружающей среды. О, господи! Да. Мне просто смешно. Меня даже не бомбит, потому что нет никаких аргументов, доказательств, чего-то еще. Просто высосано все реально из пальца, и как будто бы реально вот эти эксперты посмотрели на постер, и все. Миш, мне похуй. Я так чувствую. И тут еще девочка такая, типа... Ой, смешнятина. Вот нечего же, да, людям делать. Надо вот статьи какие-то придумать. Интересно, откуда такая злоба? Вот прям злоба на что-то популярное. Потому что вот, ну, на друзей ангелов, я думаю, кроме, может быть, какого-то религиозного аспекта, никто не гнал. Потому что проект не популярный, не такой популярный, как Винкс. Правильно, Тот или Спайс, то же самое. На них как бы гнали, но все равно не так. Вот Монстр Хай, вот они распиарились, и на них гнали. Также за стандарты красоты, вот это вот все, худые, страшные, гробы, смерть, ла-на-на. И тут вот то же самое. Мне прям очень интересно пообщаться с такими людьми. Что я медвиж-то, я не понимаю. У вас еще куча свободного времени. Well, окей. А сейчас на ваших экранах вы видите моих потрясающих эксклюзивных кроляшей. Давайте вместе поблагодарим их за поддержку моего канала. Спасибо вам, солнышки. А следующее у нас это такая медятина. Ну, просто мед от канала «Научи хорошему». Сейчас мы узнаем, чему учит мультфильм Винкс. Погнали. Обзор сделан с позиции традиционных семейных ценностей. Ужас звучит просто муа. Позиции традиционных семейных ценностей. Что же мультфильм Винкс там такого затронул? Интересно, посмотрим. Мы рядом с тобой волшебные Винкс. Начнем с очевидных вещей. Это внешность главных героиней всех персонажей мультфильма. Девушки изображены с аномально длинными ногами, глазами на пол лица, выпирающими губами, распущенными волосами и в более чем откровенных нарядах. Причем показывают кадры уже из поздних сезонов, то есть я вижу, это пятый, шестой сезон, где они наоборот максимально закрыты. То есть это уже десятые года, здесь у них вполне все закрыто. А длинные ноги, худое тело и большие глаза, это у нас ненормально получается? Окей. Ну, собственно, противоестественная внешность с признаками анорексии, как и у многих других персонажей других мультфильмов. Ничего нового, погнали дальше. Непропорционально широкие бедра и чрезмерно узкую талию толщиной с предплечья. Когда-нибудь люди поймут, что такое дизайн персонажей. Когда-нибудь, но не сегодня. Какого года сейчас видео? А, 7 лет назад. Ну, судя по тому, что до сих пор видео в ТикТоке по поводу того, что они сексуализированы, худощавые анорексички, что тогда, короче, это, видимо, не меняется. Все главные персонажи мультфильма своим внешним видом пропагандируют анорексию и пошлость. Это вы пропагандируете анорексию и пошлость, когда в мультфильме начинаете разглядывать и искать эту анорексию и пошлость. А еще, когда ребенку на это указываете, что с его внешностью что-то не так, тогда он начинает загоняться. А не потому, что он посмотрел на худую длинноногую девочку. Учитывая, что ребенок при просмотре мультфильма старается подражать главным героям. Он старается подражать главным героям не внешне, а внутренне. Он смотрит на поведение персонажей. Ребенок как бы понимает, что он ребенок, а это взрослые феи из волшебного измерения. Дети не тупые. Не опытные, но не тупые. Комплекс неполноценностей и психологические проблемы из-за неспособности соответствовать подобным стандартам красоты обеспечены. В противоестественной внешности добавляется еще откровенная и вульгарная одежда, тонна яркой косметики и вызывающие позы. Ну мед, я говорю, мед. Как с гордостью заявляют создатели мультфильма, в работе над анимацией участвовали дизайнеры из дома моды Дольче и Габбана. В результате в каждой серии главные героини по несколько раз переодеваются и постоянно повторяют фразу «Какая ты красивая». Теперь вспомним первые четыре сезона Винкс, когда у них был на весь сезон только одна повседневка и превращение. Это были единственные наряды. Ну там раз в сезон они еще праздники какие-то отмечали и переодевались, и все. Ну кстати, дальше у них тоже на весь сезон была только одна одежда. То, что Стелла на них экспериментировала свои неудачные дизайны, это как бы другой вопрос. Но они не переодевались очень часто. Вот в Totally Spice они меняли свои наряды в каждой серии. Это наоборот считалось чем-то крутым, потому что нам в детстве, ну мы задалбливались видеть персонажей в одном и том же, а тут как бы «Вау, вы меняете наряды в каждой серии, как и нормальные люди». А тут оказывается и наоборот можно предъявить король. А? Ничего не понимаешь. То есть вот этот пошлый, вульгарный, безнравственный образ. Пошлый, вульгарный. Давайте посмотрим, как они одеты. Лейла. Фиолетовая кофточка, зеленые бриджи. Очень вульгарно. Никогда так не одевайте. Юб, твою мать! Фиолетовая кофточка! Снимаем все с себя. Блум. Платье с закрытым верхом, но с короткой юбкой. Хорошо придраться можно. Флора. Платье на бретельках С короткой юбкой Звенящая пошлость Вульгарщина, пошлость, тьфу Думаю, вряд ли кто-то из родителей захочет, чтобы его дочь щеголяла в подобном наряде Ух ты, какая ты красивая То есть людям нельзя делать друг другу комплименты по поводу внешности? Что? Кстати, о яркой картинке Ядовитые кислотные цвета, неестественно прорисованный мир и быстрая смена кадров Неестественно прорисованный мир, ёбт вашу жмать, они в волшебном измерении А как он ещё должен быть прорисован? А почему к фильму «Аватар» нет до... Он тоже как-то неестественно прорисован Там вообще персонажи синие Они неестественно синие Ребёнок увидит, подумает, что он должен быть синим У него разовьётся комплекс неполноценности Запретить «Аватар» Резкая смена плана, звука, места действия Развивают у ребёнка клиповое мышление И не дают сосредоточиться на каком-либо событии или образе А то, что темп жизни как бы ускоряется И поэтому визуальная сфера искусств тоже поддаётся течением времени Это никого не волнует Нет, 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 всё Это только Винкс виноватый Зелёное небо Подписали такие Ребят, а небо бывает не только синее Понимаете? Вам это любой художник скажет Да что там художник? Просто выйди! Оно бывает и чёрным, и зелёным, и розовым, и фиолетовым, и оранжевым Зелёное небо Нереалистично Теперь рассмотрим сюжет мультфильма Давай Обычно первую половину 20-минутной серии феи развлекают Общаются с женоподобными мальчиками Обязательно устраивают вечеринку и танцы С женоподобными мальчиками? Ка-эш А? Танцуют они, кстати, с лозунгом Крути-тряси Крути-тряси! А-а-а! Следи за мной и делай то, что делаю я И правая, и левая Крути-тряси! А-а-а! Вот откуда крути-тряси! То есть Лейла сказала это в одной серии Показывая Дафне, как нужно танцевать Чуваки раздули это, что они повторяют это в каждой серии Крути-тряси, а? В целом, все поведение героинь Можно назвать пропагандой инфантилизма Они остановились в развитии в возрасте 5-7 лет Им недоступны логические заключения И они не хотят и не умеют думать Про новый сезон Винкс я согласна, что там никто не хочет думать Там даже сами создатели не хотят думать Но говорить так обо всем мультсериале Животное в мультфильме все время страдает А юмор вам визуальный не знаком Том и Джерри Ну погоди Если мы берем, окей, старые советские мультфильмы Там животные тоже страдают Но на этом строится юмор На этом строится какой-то интерес К тому, что ты привязан к экрану И смотришь на какие-то действия Но в этом и есть юмор Мы понимаем, что Кико такой резиновый И с ним ничего не случится Ну или просто, чтобы внимание ребенку, типа, завлечь Вот, смотри Зайчик смешно тут прыгает, бегает, ударяется Но мы понимаем, что с ним ничего не будет Что с ним все в порядке Как и в Том и Джерри Кота взрывают, поджигают, что-то еще с ним делают Но он при этом жив С ним все хорошо Потому что маленький человечек, он отличит реальности мультфильм Я еще раз повторяю, дети не тупые Кроме того, в мультфильме мужчины показаны слабым полом Хоть они и участвуют в сражениях, но толку от них мало Все решают женщины Вокруг женщин крутится вся вселенная Как плохо, мультфильм про женщин, вокруг которых крутится вся вселенная Вот ужас, как вы-то могли такое допустить Ебаный в рот, да как так-то, а? Фу, снимать мультфильм про женщин, которые сражаются Фу, ущемились А самое главное, что все свои проблемы главные героини фильма решают с помощью магии Потому что они феи Поэтому они решают все с помощью магии Что? На этом сюжет построен Даже вечеринки они организовывают не сами А просто делают взмах рукой А если бы они это делали не сами То были бы претензии А че они не делают это с помощью магии, если они феи? Вот реально, хочешь прибыль, ты прибыльешься В результате у детей при встрече с любой проблемой Начинаются истерики и крики У детей при встрече с любой проблемой Начинаются истерики и крики Потому что они не знают, как решить эту проблему Потому что они живут эту жизнь в первый раз как и все остальные люди у меня какая-то новая проблема я не знаю как ее решить я естественно начинаю переживать как и большинство людей на этой планете и не факт что они посмотрели винкс зависит все от темперамента характера и всего остального подведем итог мультфильм винкс нацелен на пропаганду анорексии господи пропаганду культа внешности пропаганду вульгарности и распущенности пропаганду инфантилизма смешение социальных ролей мужчин и женщин еще пацаны вот перед вами человек который вырос на мультсериале винкс и так янарексичка наверное да пропаганда культа внешности ну конечно мне же очень заботит как я выгляжу в камере в интернете поэтому да все пропаганду вульгарности распущенности вы посмотрите на мою рубашку посмотрите она фиолетового цвета и сколько здесь всякой непропорциональной фигни ассиметричный так что да вульгарно смотрится пропаганду инфантилизма я разбираю мультфильм на камеру кошмар ну точно смешение социальных ролей мужчин и женщин ой 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 нас ведь женщина не может бороться со злом принимать решение и вообще что-то делать она не может быть сильнее мужчин она не может быть главной героиней поэтому ой 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 понятие перепутанный какой кошмар и все главное одно и то же повторяется вот им не лень всем на протяжении скольки лет уже 20 лет говорить одно и то же уже целое поколение выросло людей и они продолжают говорить одно и то же но вы поспрашиваете выросших детей как им живется от чего у них те или иные травмы сделать какую-то большую научную работу о том как повлиял мультсериал винкс на детей вот взрослые дети уже есть которые смотрели мультфильм в детстве почему тогда бы не провести эту работу они просто постоянно высасывать из пальца одно и то же одно и то же везде и вот правда чем популярнее человек проект сериал мультсериал фильм тем больше и фанатов и хейтеров которые не разобравшись начинают писать одно и то же сколько принцессы диснея хапнули говна господи сколько монстр хай хапнули говна сколько винкс это даже ну знаете может стать уроком что если вы хотите стать популярным то нужно быть готовым что будут вот такие челики которые не собираются во в чем-то вообще разбираться им главное натянуть сову на глобус и обосрать следующее у нас это очень веселый тик ток мне кажется он сделан просто по руфлу но все-таки давайте посмотрим психические расстройства фей винкс напоминаю что я не психолог и поэтому я могу не шарить за все эти термины я просто говорю как чувствую как чувствую как думаю психологические расстройства фей винкс а я не умею думать я ведь смотрела винкс разумеется человек который освоил магию энчантикс не может быть нормальным ребят вы освоили магию энчантикс вот я да поэтому я не нормальная сегодня мы рассмотрим только трех фей винкс блум биполярное расстройство у нее часто бывают маниакальные психозы которые к тому же сопровождаются частыми огненными вспышками мне надо погуглить подождите и полярное расстройство я понимаю что я не изучу все термины просто по гуглу но все-таки симптомы биполярного расстройства нарушение сна мысли о суициде ухудшение аппетита резкие порывы веселья в период явной меланхолии подавленности уход в себя при маниакальном возбуждении депрессивные мысли а где-то все было у блум стесняюсь спросить так биполярное аффективное расстройство серьезное психическое заболевание сопровождающиеся резкими перепадами настроения энергии активности у блум такого не было у нее были какие-то переживания касаемо того что она не в этом мире это не ее дом все вот это вот резкие перепады настроения энергии активности такого я не помню патология влияет на способность человеком мыслит принимать решение общаться с другими людьми приводит к проблемам в личной жизни работе учебе здоровье повышает риск существа злоупотребление алкоголем или котик ой боже дай пороже я дадун сайт мне девять лет я хочу психо китс день первый это видимо чисто надо притянуть то что она очень сильно переживала когда и уходила к себе в гордению кстати меня это иногда конечно очень сильно бесило если в начале то в шестом сезоне потому что это было странно но я думаю как-нибудь сделаю обзор на мультсериал винкс и мы все это конечно подробно обсудим но это настолько притянуто просто вот так вот за уши так окей дальше муза шизофрения музыка в голове ну я думаю тут и так все понятно так ребята все кто умеет слушать музыку в голове все шизофреники понятно все уяснили разобрались но все не за что видите какие у меня видео полезные много нового узнаете про себя стелла нарцисс она очень любит нравится другим и при этом не выносит критику не сказала бы что стелла нарцисс возможно конечно но я не помню чтобы она прям очень сильно переживала и не выдерживала критику не могу точно сказать потому что опять же я не психолог не психиатр не психотерапевт но может быть это можно притянуть серии с конкурсом красоты потому что она уж очень сильно переживала что не самое красивое но опять же Я точно сказать не могу Вот насчет Стеллы, может быть, и да А вот Блум и Музы, это чисто просто Это мем, елки-палки, это мем Шизофреник, особенно Музы из сериала Вот она прям точно, о, блин, фляга посвистела просто Так, ну у меня, естественно, есть вторая часть Потому что видео очень короткое Давайте уж сразу всех фей разберем Стейла, гиперактивность и чувствительность Просто потому, что девушка любит спорт Гиперактивность, но чувствительность возможна Слушайте, да мы все больны Да у меня можно найти биполярное расстройство И шизофрению, и нарциссизм И нарциссизм И нарциссизм И гиперактивность, и чувствительность Че там дальше? Флора, расстройство личности И расстройство личности Да я просто, вот все, все, полетела Вызывайте мне дурку, все У нее детская модель поведения У Флоры детская модель поведения? Что? Почему? Флора, которая наоборот не действует эмоциями Думает, размышляет Даже очень много, мне кажется, рефлексирует Вспоминая то, как она долго признавалась гелий в своих чувствах Это расстройство личности Это детское поведение Мне кажется, просто открыли список диагнозов Таки так, ну вот это вот подходит вот этой Вот это подходит вот этой Блин, Флоре, Флоре, ее, блин, плохо раскрыли Я ничего не могу подобрать, чтобы ей подходило О, расстройство личности Ну, детское поведение, она же стесняется Ну, было такое, что она стесняется А у нас кто еще стесняется? Ну, дети еще стесняются Ведь больше никто не стесняется Поэтому держи тебе расстройство личности Получай А ты вообще тыкву от морковки не отличишь? Что там Текно? Шизоид Она редко высказывает свои эмоции И очень часто находится в себе Ну, кстати, насчет Текно Может быть, я и соглашусь Потому что я помню, что я читала книгу Психологии в кино И там говорили, что Шелдон Купер Вот он шизоид А Текно, ну, чем-то Чем-то Вот такой своей рациональностью Похоже чем-то, может быть, на Шелдона Но опять же Мне кажется, даже нет Ну-ка, шизоид Расстройство, характеризующееся Замкнутостью, необщительностью Эмоциональной холодностью Слабой способностью к сочувствию И установлению теплых доверительных отношений Низкой потребностью в социальных контактах Погруженностью во внутренний мир И склонностью к каустическому фантазированию Ну, возможно Возможно Это, конечно, притянуто все Но насчет вот только Текно Я, возможно, могу согласиться Вот Текно и Стелла Я просто похлопаю Но все остальные Это просто какой-то трэш Я говорю, реально Был список И просто надо было выбрать Вот, на, держи тебе Вот это Тебе вот это Тебе дарю я Вот биполярочку Тебе дарю я Вот шизофрению Держи Видимо, это все так строилось Ибо по-другому я не понимаю Вот, казалось бы, да Мультфильм о дружбе Сильных женских героинях Магии и приключениях Нет Сексуализация Пропаганда анорексии Психических заболеваний И всего остального Нужно подчеркнуть Несмотря, знаете На все то говно Которое выливалось И продолжает литься На несчастных феи Винкс Они Выживают Восстают И Продолжают Прости господи Держаться на плаву Да, мы, конечно С бустерами плакали Смотря восьмой сезон Но все же Давайте поучимся У Винкс Также Справляться с говном Который встречается У нас на пути И гордо Лететь к вершинам Но только Давайте не превращаться В девчуль Которые страдают По мальчикам Не приславшим эмоджикс Хорошо? Извините Это из-за ская Он мне отвечает На эмоджикс Это печально Пишите в комментарии Что вы думаете Обо всех Вышеперечисленных Видео и статьях Также пишите Повлияла ли Внешность Винкс Или что-то другое Нехорошее На вашу тогда Неокрепшую Детскую психику Мне будет очень интересно Почитать Также У меня много Еще подобных Видео и статей По поводу наших Любимых феечек Принцесс и так далее Поэтому если зашел Данный формат Уведоми в комментариях И поставь лайкосик Поверь Там много чего Что можно обсудить Напоминаю Про подписочку На телеграм-канал Также я там Иногда показываю Свою жизнь А также подписывайтесь На мои другие соцсети Например паблик Вконтакте Где я также Выкладываю весь свой контент И уведомляю о стримах Спасибо большое Моим великолепным Спонсорам на Бусти На ваших экранах Сейчас вы видите Имена этих Невероятных Очаровательных Моих любимых Солнышек И если вдруг Ты тоже хочешь Меня поддержать Присоединиться К нашим еженедельным Стримам К закрытому чатику То все ссылки Найдешь внизу В описании Спасибо за просмотр И увидимся В следующих видео Пожалуйста Ребята Давайте Иметь критическое мышление Ну и фильтровать Все что Вы читаете Смотрите В интернете По телевизору Все что вам говорят люди Это очень тяжело Я иногда тоже Слепо верю всему И вы пожалуйста И мне слепо не верите И вот Мне всегда интересно Читать ваше мнение Что вы думаете О том или ином Мультфильме Фильме Сериале Ситуации Все остальное Это же очень круто Почитать разные мнения Только пожалуйста Без оскорблений Конкретного человека Ну потому что Это не око Оскорблять человека За его мнение А вот выражать свое Вам никто не запрещает Мир Дружба Жвачка Люблю вас Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok